Привет, бойцы! Сегодня посмотрим на ошибки, которые я заметил в игре Калибр, а также порассуждаем, что стоит добавить или переделать в игре. Поехали! Перед просмотром видео подпишитесь и лайк поставьте, так вы ускорите выход нового ролика по игре Калибр. Ну и сделаю небольшое вступление, чтобы внести ясность. Игра еще в разработке, но кто, если не мы, поможем разрабам сделать игру лучше и приятней для нас же? И новеньких игроков, которые придут в нее уже на релизе. Поэтому не стесняйтесь писать комментарии со своим мнением, чего добавить, какой баг вы заметили или что бы вы хотели видеть в игре на релизе. Итак, пройдемся по ошибкам. Первое. В руках у рекрута медика АКСУ-74 под калибр 5.45. А вот на картинке оружия нарисована 9-мм версия. Это я определил по размеру магазина, он слишком тонкий. Ну, вот вам сравнение. 9-мм и АКСУ с нормальным широким магазином. Кстати, если вы еще не видели всех доступных на данный момент оперативников, то сейчас выплывет подсказка с нашим видео. Посмотрите и возвращайтесь сюда. Касательно этой штуки, возможно это мини-пасхалка, что будет новое оружие в разных модификациях. Но пока разработчики ничего не говорили по этому поводу. А если вы слышали данную информацию, отпишитесь в комментариях, даже ссылку на ресурс оставьте, я хочу проверить. Второе. Болтание прицела после остановки персонажа. Вот смотрите, это можно увидеть даже в тренировочном режиме. Например, вы двигаетесь в режиме прицеливания. Прицел, понятное дело, будет болтаться. Но предположим, что из-за угла вышел противник. Я, как самый средний игрок в шутеры, понятное дело, остановлюсь и сделаю пару выстрелов в сторону противника. Но дело в том, что когда персонаж останавливается, то оружие еще болтыхается. Возможно, это подобие стабилизации. Но лично мне это совсем не нравится. Абсолютно во всех шутерах при остановке персонажа прицел стабилизируется за доли секунды. И здесь же вы должны ждать еще полторы-две, когда прицел стабилизируется, а потом уже можно стрелять. Третье. Некоторое подлагивание анимаций передвижения и анимаций действия. Вот яркий пример. Иногда персонаж добивает просто рукой за место ножа. Или у персонажа в руке остается оружие, и он, получается, протыкает врага дулом ствола. И основную вот проблему я заметил с закидыванием оружия за спину. Или оно пропадает, или складывается за спину через модель самого персонажа. Ну, это как-то надо пофиксить, что ли. Четвертое. Одинаковые иконки способностей у открытых и неоткрытых персонажей. Тут, в принципе, и говорить нечего, поскольку оперативники находились или находятся еще в разработке, у них нет конкретного изображения способностей. Есть только одинаковая внешность и наборы и стиля снаряжения. Хотя, мне кажется, что иконку тоже можно было бы нарисовать, ведь внешка и оружие уже нарисовано. По-моему, одну картинку проще сделать, чем модель целого пулемета. Ну и что бы я хотел лично добавить или изменить в игре? Первое, это персонализация оружия в отдельном окне, где описываются характеристики модулей и их эффективность. Понятное дело, что с такой кастомизацией можно добавить 100 разнообразных модулей, которые добываются как за выполнение ачивок, так и покупаются в магазине. Это было бы выгодно всем. Игроки за свои старания или донат валюту получают желаемую оптику или рукоятку переноса огня. А разработчики получают хорошее удержание аудитории и, понятное дело, донатики. И второе, адекватные иконки модулей. Например, берем пулеметчика группировки Вымпел. Первая модификация для оружия, которая открывается, это щека на приклад. Хотя на картинке нарисован стоковый приклад для автоматов М-серии. Как я понимаю, это могут быть просто базовые изображения, ну, которые заполняют поле и все. Ну и поскольку игра в разработке, то как бы все впереди. Хотя, знаете, это похоже на подход варгейминга. В тех же танках, когда вы открываете улучшение, то там тоже нарисовано орудие, движок, гусеницы. Все они одинаковые, только значок левела немножко другой. Скорее всего, я сделаю еще одно видео с замеченными ошибками и чего бы я хотел изменить, добавить. Только это будет основываясь на ваши комментарии. Потому что все же мы хотим, чтобы игра Калибр от разработчиков 1C Game Studios была крутой и популярной. Правильно? Да? От вас я хочу получить комментарий. Возможно, вы заметили какой-то баг в игре, который стоит осветить разработчикам. Чтобы опять же сделать игру лучше и проще. А вот те, кто еще не получил доступ к игре, не бомбите. Лучше лайк поставьте видосу и подпишитесь. Это увеличивает шансы получения доступа на ЗБТ. На этом все. И всем пока. Продолжение следует...